Мир вам, дорогая Церковь! Мы сейчас еще выслушаем Слово Божье и поговорим, порассуждаем с вами. Продолжим тему, которую первый брат начал. Я, в принципе, даже тот же текст, не буду весь текст читать, вы уже слышали его, еще можем мы пройдем еще раз все вот эти аспекты или все моменты, которые предложены в этом тексте. Я хочу заострить ваше внимание на нескольких моментах. Я хочу, чтобы мы прочитали Евангелие от Марка, 9 глава, 2 стиха, 23 и 24 стихи. Евангелие от Марка, 9 глава, 23 и 24 стихи. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнулся слезами, «Верую Господи». И на этом он не остановился. Он продолжил, «Помоги моему неверию». Итак, давайте обратим внимание еще раз на эту историю. Я хотел бы, чтобы мы обратили наше внимание на несколько важных очень уроков, которые находятся в этой истории. Но прежде всего, обратите внимание, что происходит до этой истории. Буквально перед этой историей, перед тем, как Иисус встречается с этим ребенком, который, или с молодым человеком, похоже, это был уже отрок, подросток, который с детства имел эту проблему. Проблема заключалась в том, что в нем был бес, и вот этот бес мучил это дитя. И вот сталкивается Иисус, ученики Его сталкиваются с этой ситуацией. Неприятная картина. Если кто-то из вас хотя бы видел или имел когда-то в жизни своей, встречал какие-то такие ситуации, когда сталкивался, может быть, вот с подобной ситуацией, когда видел беснующегося человека или бесноватого человека, может быть, даже не бесноватого, даже представьте себе картину, если кто-то видел человека просто, пусть мы не можем назвать это бесноватым, но просто эпилептический припадок какой-то, если кто-то видел или был свидетелем, как это происходит, весьма неприятная картина, где-то даже жуткая картина, где-то страшновато становится. И когда смотришь на это, когда видишь это, действительно очень неудобно, действительно очень много вопросов, не знаешь, как помочь, не знаешь, видишь, что человек упал и бьется, и ты буквально мало чем можешь помочь. Конечно, можно оказать помощь, можно оказать реальную помощь людям и в такие минуты, потому что есть реальная угроза для жизни в такие мгновения, кстати, когда подобные вещи происходят, и можно оказать первую помощь, даже как бы, ну, может быть, не избавляя человека или от болезни, или не избавляя вот человека от беса, просто как бы, ну, не дать ему вот, действительно удариться сильно или еще что-то сделать, потому что разные несчастные случаи могут произойти в это время, человек может откусить язык, человек может все, что угодно сделать, вот настолько сильные эти явления. Но не будем сегодня об этом, наша цель не это. Я хотел бы, чтобы мы взяли для себя несколько уроков практичных, которые каждый из нас может применить в своей жизни. Во-первых, обратим внимание, давайте на то, что эта история происходит после преображения. Представьте себе гору преображения. гора преображения. Для Иисуса это высочайший момент, ну, не только для Иисуса, для учеников. Ученики его таким не видели. И Иисус преобразился перед ними у ученики, которые были там, они не видели этого. Они впервые видят Иисуса настолько великим, настолько прославленным. Для них это действительно высокий момент. Они переживают это великое благословение. Лука говорит, интересно, Лука подмечает вот эту деталь. Он говорит, когда они спустились с горы. Были на горе, спустились с горы. И вот здесь в долине их ждет, вот это в низине, их ждет вот эта ситуация. Я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание, знаете, после духовных подъемов бывают поражения. После духовных подъемов, после великих духовных побед отбывают серьезные потрясения, серьезные искушения. Если вы обращали внимание, проповедники часто говорят пожелания молодым братьям и сестрам, которые принимают крещение. Говорят, вот сегодня вы приняли крещение, это хороший такой возвышенный момент, завтра, вот в последующие дни у вас могут быть искушения, у вас могут быть какие-то испытания серьезные. Готовьтесь к этому. Помните, что дьявол не оставит просто так, он будет посылать какие-то проблемы, переживания. Вы знаете, действительно, обратите внимание на свою жизнь. После ваших духовных побед, после ваших гор преображения, после вашей горы Фавора, может быть, следующий день или следующие события какие-то, может быть, какое-то потрясение. Иногда это потрясение может быть в физическом плане. Иногда можно испытать какую-то физическую проблему. Иногда вплоть даже до аварии или еще каких-то ситуаций. Иногда там может быть какие-то духовные потрясения, искушения, какие-то сложные проблемы, может быть, даже с близкими. И на это просто усталость определенная. Вспомните Илью. Великая победа на горе Кормим. Что происходит дальше? Буквально близкое время после этого Изавель говорит, «Ты сделал это с моими пророками? Я то же самое сделаю тебе». И Илья, тот бесстрашный пророк, который до этого истребляет 850 лжепророков, одерживает великую духовную победу, служит инструментом обновления в народе, этот же Илья бежит от угрозы Изавели, спасая свою жизнь. Обратите внимание, после духовной победы настало время низины. Эти вещи, может быть, действительно случаются в нашей жизни, но нам не обязательно поддаваться им. Понимаете, о чем я говорю? Усталость после духовного сражения действительно велика, но при этом не обязательно испытывать. То есть, даже если, ну, скажем, ты борешься с силами зла, или даже если есть определенное обременение какой-то усталостью, или даже если есть какие-то другие вещи, которые наваливаются, не обязательно сдаваться перед этим. Нужно продолжать верить. Нужно продолжать верить в Господа в любое время. Нужно понимать, что не только для высот Господь дает мне силы, но Он дает мне силы и для высот, и для низин. Это очень важный урок на самом деле. Вы знаете, что для пасторов после духовных побед есть и духовные низины тоже. Знаете ли вы, что понедельник для многих пасторов самый сложный день? Я не от одного пастора слышал это. Хочу сказать, что и для меня это непросто. Когда в понедельник вроде бы вот воскресенье очень часто такое нагруженное бывает, бывает и утром, и вечером участвуешь, бывает и между служениями с кем-то проводишь время, беседуешь, еще что-то, и после еще вечернего собрания с кем-то еще беседуешь, с кем-то где-то встречаешься, как-то вот что-то делаешь. И понедельник, казалось бы, ну как-то вот вроде можно передохнуть, но получается, из-за того, что ты настолько много сил отдал в воскресенье, бывает действительно очень легко податься духу уныния, какого-то разочарования, начать думать, а кому это надо? А вообще зачем я это делаю? И прочее, и прочее. Многие пасторы, буквально позавчера я слушал одного американского пастора, этому пастору уже, наверное, лет 70, может даже и 75 где-то, но он до сих пор проповедует. Он один из таких, знаете, интересных пасторов, Дэвид Джеремайя, может быть, кто-то слышал его когда-то. Он тоже как-то сказал, что понедельник для меня почему-то тяжелый день. Я знаю, что многие пасторы заканчивают служение в понедельник, потому что чувствуют вот это какое-то разочарование, какое-то вот, какое-то, бывает, знаете, даже в служении мы люди, может быть, я тоже так устроен, может быть, вы так устроены. Бывает, скажешь проповедь, 10 людей скажут хорошо, один скажет, эх, так себе, и ты слышишь только того одного. Бывает, 100 скажут хорошо, один скажет, эх, что ты там сказал. Ему пошло против шерсти, ему надо было услышать эту проповедь, это обличение, а он воспринимает это так, где-то критицизм какой-то высказывает, и человек, проповедник, слыша это, очень серьезно начинает сомневаться, действительно, надо ли это, нужно ли было это, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому после высоких побед, после высоты, очень часто в духовной жизни наступает время низины. И в этом нам очень важно понимать, что Бог с нами не только на высоте, Бог с нами и в низине. Бог может помочь нам не только находиться на высоте, испытывать радость и эйфорию, от встречи с Богом, от каких-то благословений небесных, но даже когда мы встречаемся вот с бесноватым, когда мы встречаемся с самым плохим, что есть в жизни, Божьей силы, Его благодати достаточно, и для этого и нам это нужно понимать. Что еще? Еще я хочу обратить внимание, вот еще один урок, один урок это то, что после высоты и снизина, второй урок это то, что вот мы в этой истории видим неверие. Очень интересно. Иисус замечает группу людей, толпу людей, он замечает, что они вот как-то спорят как-то вот с учениками, там какое-то разбирательство, какие-то споры, он подходит и спрашивает, вот у книжников спрашивает, что вы спорите с ними? Иисус как будто бы хочет учеников защитить. Ну, может быть, здесь не написано так, я себе представляю, вот в моем воображении представляю эту картину, Иисус как будто бы подходит и, а что вы нападаете на них? Вот как бы так может быть даже, да, вот спрашивает, о чем вы спорите? И те, как бы тут один человек говорит, я привел сына, моего одержимого духом немым, и этот дух мучает его и так далее. Посмотрите на 19 стих, вот очень интересный стих здесь, посмотрите. Этот человек просто говорит то, что произошло, он говорит, говорил я ученикам-то им в 18 стихе, чтобы изгнали беса? И они не могли. 19 стих. Отвечая ему, Иисус сказал, о род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. У меня вопрос, у меня вопрос. Начинается этот стих словами, отвечая ему, то есть этому отцу, у которого была проблема, у которого была проблема с сыном. Вроде бы Иисус спрашивает, или Иисус говорит, отвечает ему, и говорит эти слова, о род неверный. Но если посмотреть чуть дальше, в 23 стихе, Иисус спрашивает его, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему, и он говорит, верую Господь. Так у меня вопрос, верил этот отец или не верил? Если Иисус, отвечая ему, говорит о род неверный, у меня вопрос, кому говорит Иисус эти слова, о род неверный? Говорит ли он этому человеку, этому отцу? Говорит ли он книжникам? Говорит ли он всей толпе? Или он говорит ученикам? И вы знаете, что я сижу и думаю, я хочу этот вопрос задать вам. Кому говорит Иисус? Я, может быть, не жду от вас ответа сейчас быстрого, я жду от вас размышления на эту тему. И я, может быть, даже думаю, что, может быть, этот вопрос несколько размытый намеренно. Намеренно, может быть, здесь четко Иисус не говорит конкретно, почему или в чем он видит неверие, и чье неверие здесь проявляется. Возможно, и неверие толпы, потому что толпа, посмотрите, вроде бы не успели они увидеть одно чудо, им этого мало, они хотят видеть другое чудо, не успели они убедиться в одном, как будто бы вот их всегда нужно кормить чудесами. Иисус столько чудес делает, они говорят, фарисеи говорят, покажи нам знамение с неба. Сколько вам надо знамений? И то было, и то было, и то было. Что вам? Сколько вам нужно, чтобы вы поверили? Так вот, возможно, здесь неверие толпы, которая никогда не скажет достаточно, мы веруем. Может быть, здесь неверие книжников, ведь книжники, многие книжники не верили в Иисуса. Они настолько прилепились к букве закона, они настолько, вот знаете, вот как Христос говорил, горе вам, фарисеи, отсаживающие комара. Вот они настолько, вот, за букву закона вцепились, что перед их глазами был Господь, который написал эту книгу, и они это не видели. Может быть, здесь Иисус говорит о неверии книжников, потому что книжники, фарисеи и другие лидеры народа иудейского в конце концов отвергли его и распяли его, или, по крайней мере, предали его на распятие. Может быть, здесь даже и неверие учеников. Почему я так говорю? Неверие учеников, потому что, посмотрите, в чем оно может заключаться? Неверие учеников могло заключаться даже в том, что они стали слишком самонадеянными. Вспомните до этого. Если посмотреть примерно по хронологии событий, по этому Евангелию, по другим Евангелиям, мы замечаем одну интересную вещь. Если посмотреть, например, как Матфей описывает это, эта история у Матфея описана в 17 главе в Евангелии от Матфея. В 10 главе Евангелия от Матфея Иисус отправляет 70 учеников на служение, и написано, Он дает им силу, Он посылает их проповедовать, дает им силу изгонять бесов и так далее, и так далее. И написано, что когда они возвращаются, они радуются, они говорят, Господи, и бесы нам повинуются. Помните, что Иисус говорит им в ответ? Не радуйтесь, что бесы вам повинуются, но радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Так вот, может быть, ученики стали слишком самонадеянными, когда они стали думать, что вот все, они сами могут справиться со всем. Они забыли, что они должны постоянно надеяться на Иисуса. Они забыли, возможно, что вся их сила привязана к Иисусу. Может быть, в этом, где-то, знаете, проявляется самонадеянность, потому что я смотрю иногда на наших сегодняшних лидеров, некоторых христианских, я смотрю на то, как они действуют, и я вижу тоже, что некоторые лидеры, даже проповедники, может быть, высокого ранга, такое впечатление, что они настолько высоко, ну, как бы, взошли, что им уже и Бог не нужен, что они уже и сами, и без Христа справляются, ну, по крайней мере, так они себя ведут. Может быть, может быть, здесь вот какое-то вот такое было состояние, что ученики, возможно, забыли, чья сила действовала через них. И в этом, возможно, неверие заключалось. Может быть, здесь было неверие отца. Может быть, отец не до конца доверял. Может быть, отец понимал, ну, Иисус, да, я слышал много о нем. Этот Рави Иешуа из Назарета, он действительно может. Да, может быть, и ученики что-то могут, может быть, он чему-то научил учеников своих, может быть, он что-то передал, но кто его знает? Может быть, он так подходил к этому. Вот здесь, может быть, действительно было неверие отца ключом во всей этой ситуации, но я хочу обратить внимание, что вот как брат Владимир здесь уже говорил, вера и неверие очень важны в этой истории. И эта история учит нас тому, что мы должны избегать неверия во всех его проявлениях. Иногда неверие – это сомнение в силе Божьей. Иногда неверие – это отрицание Божьего присутствия. Иногда неверие – это наша самонадеянность, когда нам уже не нужен Бог, когда мы сами можем справиться во всех перепитиях жизни. Я хочу сейчас обратить внимание еще и на веру. Смотрите, Иисус говорит ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Замечательные слова, это хороший стих в заучительной изусть. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Что возможно верующему? Все возможно верующему. Вспомните, что что-то подобное Иисус говорит Марфе, когда он у гроба Лазаря стоял, или, по крайней мере, тогда он еще не подошел к гробу, но вот в этой ситуации он был у них в доме, встретился с сестрами, и он разговаривает и беседует. И он говорит, кто верует? Вера очень важна. Вера очень важна в нашей жизни, и нам нужно понимать, что вера на самом деле действительно важна. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Сколько-нибудь – это сколько? Это сколько? Это гора веры? Это может быть море веры? Это мешочек веры? Как горчичное зерно, мне вот подсказывает. Как горчичное зерно, если вера такая даже будет, то есть, если самый зародыш веры есть, Богу это уже достаточно. Смотрите, Христос говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И вот здесь мне очень нравится ответ этого человека. И тотчас отец отрока воскликнулся слезами, верую, Господи. Даже если здесь была закончена фраза, закончено предложение, это уже здорово, это уже хорошо, это уже определенная декларация веры. Но отец продолжает, он высказывает свое сердце, он высказывает свою суть, он высказывает свои сомнения, которые одолевают его. Он говорит, да, верую, но и верю, и не верю. И верую, Господи, да и сомневаюсь. Верую, Господи, но помоги моему неверию. Он истину говорит, он признается. И вот это, на самом деле, очень великое дело, это очень хорошее место, которое, дай Бог, чтобы мы понимали. Дай Бог, чтобы мы были настолько искренними, как этот отец. Когда у нас подобная ситуация, ведь согласитесь, не всегда мы такие гиганты веры. Ведь согласитесь, и мы сомневаемся в Божьей благодати, в Его милости, и мы сомневаемся в Божьей силе иногда. Дай Бог, чтобы в такие моменты мы были искренними и сказали, Господи, и верю, и сомневаюсь. Господи, верую, но помоги моему неверию. Дай Бог, чтобы мы вот научились у этого отца. Иисус затем совершает это чудо, он поднимает, он изгоняет беса, поднимает на ноги сына. И после этого он объясняет ученикам. После этого он объясняет ученикам, когда ученики его спрашивают, в 28 стихе, «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Итак, мы с вами обратили внимание на духовную жизнь, которую можно сравнить вот с высотой и низиной. Мы с вами обратили внимание на неверие, мы с вами обратили внимание на урок веры, который здесь мы видим, что в данном случае вера отца и хотя бы зародыш этой веры действительно важен был для Иисуса. Я хотел бы, чтобы мы сейчас поговорили еще о силе. Итак, спуск горы, неверие, вера и сила. Как все это понять? Иисус объясняет, что для успеха вот в таком служении, Он объясняет это уже ученикам, уже толпа позади, уже этого отца с сыном нет, они счастливые, ушли домой, слава Богу, все закончено. С учениками наедине Иисус объясняет, что для успеха в таком служении нужны и молитва и пост. Как все это можно понять? Каким образом вот это вот все понять и вместить? Ну, давайте начнем с того, что бесам не нужно объяснять, кто такой Иисус. Они четко знали, кто такой Иисус. Когда Иисус встречался в других ситуациях с бесами, они провозглашали, они кричали, что Он Сын Божий, что Он Святой, что Он Мессия и так далее, они четко знали, кто такой Иисус. Они повиновались повелениями Иисуса. Они видели Его силу, они четко знали, написано, бесы веруют и трепещут. То есть, бесов не надо было учить, они четко знали. Иисус дал ученикам силу изгонять бесов. Марка 6, глава 7 стих, написано, Он дал ученикам силу изгонять бесов. Обратите внимание, что это была не собственная сила учеников. Это был дар силы. Иисус дал им эту силу. Это сила Иисусова в них. Это очень важно понимать. Каждый раз, когда мы встречаемся с подобными ситуациями, или каждый раз, когда мы в жизни, может быть, встречаемся с какими-то ситуациями, нам важно помнить, что мы не только своей силой можем действовать. Сами по себе мы слабы и ничтожны. Сами по себе мы не сможем справиться никогда с духовными сражениями. Сами по себе воевать с бесами мы никогда не сможем. Но когда на тебе печать Духа Святого, когда на тебе помазание Святого, когда в тебе есть Дух Святой, это другая ситуация. Потому что не ты борешься, а тот, кто в тебе. Он больше того, кто в мире. Так написано. Поэтому вот здесь очень важно понимать в таких ситуациях, что ученики не действовали и не должны были действовать своей собственной силой или каким-то своим умением это была сила Иисуса. Когда мы понимаем о посте и молитве или когда мы думаем о посте и молитве, мы понимаем, что пост и молитва укрепляют тебя в том, что ты не делаешь все это своей собственной силой. И пост, и молитва говорят о том, что ты зависишь от Бога и выступаешь не своей силой, но идешь против врага Божьей силой и идешь против врага в Его имя. Для того, чтобы иметь успех вот в такой духовной войне, тебе нужны вера и сила. и вера в Бога, и сила от Бога. Причем, я не говорю о том, что обязательно каждому нужно изгонять бесов. Я не говорю об этом. Я говорю о любой духовной войне. Ведь каждому из нас необходимо вести духовную войну. Мы сражаемся с бесами, мы сражаемся с дьяволом, мы сражаемся сами с собой, с нашими мыслями, с искушениями. Со всем этим мы должны сражаться. Так вот, для этого нам нужна Божья сила и вера в Бога. Вера в то, что признание Христа Господом и твое посвящение себя Богу достаточны для того, чтобы иметь право пользоваться Божьей силой. Другими словами, поверив в Иисуса, у тебя есть доступ к Его силе. Имея Иисуса, имея Духа Святого, у тебя есть доступ к Его силе. И ты имеешь право на это. Христос сказал, «Се даю вам власть наступать на всю силу вражью». Помните этот текст? Это относится к христианам, это относится к верующим людям. Другими словами, у тебя есть все право пользоваться Божьей силой. Ты не должен только своей собственной силой противостоять, потому что твоей собственной силы не хватит. Поверь мне, если ты еще не убедился, если ты еще не падал лицом в грязь, когда полагался только на свои силы по вере, это придет. Поэтому не твоя сила, Божья сила, не ты сам, Христос в тебе, Христос через тебя. Это очень важно понимать. Вера в то, почему еще важна вера? Вера в то, что за твоим слабым существом, поверьте, ангельский мир гораздо сильнее нас, гораздо сильнее человека. Мы гораздо более ограничены, чем ангелы. Написано, что они превосходят нас людей силою. И многими другими характеристиками они превосходят людей. Бог нас создал в более ограниченных телах, но слава Богу, что он не восприемлет, ангелова восприемлет, семя Аврамова, то есть нас людей. Слава Богу за это. Христос не умирал за ангелов, он умер за людей. Почему-то Господь проявил к нам гораздо больше любви и дал нам больше привилегий. Итак, вера у тебя должна быть то, что за тобой, за твоим слабым существом стоит великий Бог, который через Христа стал твоим Отцом. И ты не просто как-то самовольно приходишь к Богу, ты приходишь к твоему Отцу, потому что Христос дал тебе доступ в небо. А что можно сказать о силе? Сила заключается в том, что ты не пытаешься как-то сам придумывать какие-то приемы борьбы с дьяволом, какие-то стратегии борьбы с ним, пытаешься как-то думать, как бы обхитрить этого хитреца. Если ты сам пытаешься как-то обхитрить дьявола, у тебя ничего не получится. Он самый лукавый, который когда-либо был. Он самый хитрый, который искусстве обольщения, с кем вообще мир сталкивался. Ты сам не сможешь как-то так его обхитрить, объегорить, чтобы оказаться победителем. Здесь не твоя сила Божья сила должна быть. Твоя сила в смирении и послушании перед Богом. И вот здесь определенное, знаете, мы как бы и что, так просто? Да, так просто. Смирение и послушание перед Богом ведут к победе с этим драконом, с этим змеем древним. Потому что когда ты смиряешься перед Богом, когда ты сокрушаешься перед Богом, когда ты слушаешь Его, тогда через тебя действует Божья сила. Для того, чтобы принять силу Христа, ты прежде всего должен признать свое бессилие. Апостол Павел пишет, когда я немощен, тогда силен. Иисус среди блаженств нагорной проповеди упоминает блаженны нищие духом. Блаженны те, кто постоянно нуждается в Боге. Блажен ты, когда ты чувствуешь свою нужду в Боге. Христос не сказал блаженны гиганты гиганты в вере, которым не нужен Бог. Христос сказал, блаженны нищие духом. Думаю, дорогой друг, вот как раз тогда, когда ты больше всего нуждаешься в Боге, когда ты это признаешь, и когда ты находишься в молитве и посте, что такое пост? Пост это прежде всего сокрушение перед Богом. Если мы смотрим Ветхий Завет, когда мы читаем, как обычно проходил пост, помните, пост очень часто был связан со вретищем. Человек надевал, снимал праздничные одежды или разрывал одежды, это был символ сокрушения, надевал вретище, посыпал голову пеплом, это признак смирения. Пост это прежде всего смирение. Почитайте 58 главу книги про Исаии, там говорится, что люди даже понимали, что вроде бы это смирение, но очень часто это смирение было показным. ненастоящим. Пост это прежде всего смирение и сокрушение перед Богом. Когда Христос говорит, что сила заключается вот в посте и молитве, он говорит этими словами, что тогда, когда ты полностью нуждаешься в Боге, когда ты полностью смиряешься перед Богом, тогда ты даешь Богу возможность действовать через тебя. Тогда есть успех. успех. Я хочу сказать, что это общий может быть рецепт успеха. Я скажу, что это рецепт успеха не только для изгнания бесов, это рецепт успеха для победы в твоих личных искушениях, для победы просто, может быть, в каких-то других аспектах твоей духовной жизни, когда ты не выступаешь своей силой, когда ты не пытаешься действовать наскоком, когда ты не пытаешься вывешивать, знаете, вот, как своего рода эмблемы или как какие-то медали, костыли вокруг сцены, которые служат или как бы свидетельствуют о том, что вот ты совершил что-то. Когда ты не претендуешь на какую-то силу, когда ты говоришь, мы, рабы, ничего не стоящие. Вот когда есть такое состояние, когда есть вот такое сокрушение и смирение, вот тогда может быть успех. Я не хочу осуждать учеников, я не осуждаю их, я, может быть, далек даже от состояния учеников, но тем не менее, мне кажется, что есть что-то в этом, когда Иисус говорит, что сей род изгоняется постом и молитвой. Я думаю, ведь вы знаете, что постятся не только верующие в Иисуса Христа, постятся мусульмане, постятся евреи в иудейской религии, постятся люди в других религиях, но они никакого отношения ко Христу не имеют. Здесь дело не в самом посте и не просто в молитве, как в каком-то магическом инструменте, а здесь дело в связи с Богом. Какое отношение у тебя с Богом? Пост и молитва прежде всего открывают тебя для Бога. Пост и молитва прежде всего тебя смиряют перед Богом. Тебя подготавливают к тому, чтобы ты был инструментом влияния Божьего на других людей. Поэтому здесь в этой истории мы видим гору и потом низину. И нам важно понимать, что и на горе, и в низине ты должен быть с Богом. Мы видим неверие. Мы говорили об этом. Мы видим веру. По крайней мере для Бога достаточно хотя бы зародыш веры. И мы видим силу. В чем заключается сила? Сила верующего человека прежде всего в смирении и сокрушении перед Богом, в признании своего бессилия. Дай нам Бог, чтобы мы понимали, что наша сила не заключается в том, какой у меня стаж христианской жизни, сколько много я глав заучил наизусть, или как хорошо я пою, или как часто я, может быть, сажусь на передней скамейке, или еще что-то такое. Чтобы мы понимали, что наша сила прежде всего привязана к нашему сокрушению перед Богом. Что когда мы открыты для Бога, когда мы сокрушаемся перед Ним, когда мы понимаем, что не мы, а Он, и только Он может действовать, тогда Бог может совершать свою работу через нас. Апостол Павел говорит еще некоторые стихи, вот я хочу зачитать во 2-м послании Коринфянам с 10-й главы с 3-го стиха, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь, им не спровергаем замысла и всякое превозношение, восстающее против познания Христового, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Вот он говорит об этом же. Может быть, несколько такой интересный текст, его трудно понимать, но смысл в том, наше оружие, сильное Богом на разрушение твердыни, это духовное оружие, это не плотское оружие. Мы им можем разрушать крепости, сатанинские крепости, твердыни это, крепости имеется в виду. То есть, другими словами, если жизнь, вот представить себе как поле определенное, вот посреди этого поля, ну на поле, окей, можно вести какую-то борьбу. Ну вот, а потом появляется какая-то крепость, появляется какой-то укрепленный пункт, появляется какая-то башня. Ну как воевать с башней, особенно если у тебя только меч, ну даже если ты на коне, ты особо не повоюешь против духовной крепости, против какой-то каменной крепости. Что за каменная крепость? Так вот, он объясняет, что это превозношение, восстающее против познания Бога. Какая-то гордая мысль, какое-то превозношение, какое-то понимание, что вот я в этом достиг какого-то успеха и отсутствие смирения перед Богом. Вот это превозношение. В твоей духовной жизни могут быть какие-то подобные замки, подобные крепости, когда ты думаешь, ну вот в этой сфере я уже настолько специалист большой, что я не нуждаюсь в Боге. Вот это может стать каким-то таким, знаете, какой-то крепостью, какой-то гордостью и превозношением. Павел говорит дальше, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Так вот, наша сила в послушании, наша сила в смирении и сокрушении перед Богом, наша сила в послушании. И посты молитва свидетельствуют о том или говорят о том, что мы, когда по-настоящему молимся, когда по-настоящему постимся, осознаем свою полную зависимость от Бога. Когда мы уповаем не на свою силу, не на свои приемы, когда мы уповаем на силу Божью. Дай нам Бог понимать это, дай нам Бог действовать силой Божьей, дай нам Бог понимать, что нам необходимо иметь веру, иметь силу. Силу не нашу, силу Божью, которая может проявляться через нас. Аминь. Давайте помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует...